Тема сегодняшней пресс-конференции совершенствования избирательной системы Казахстана. Сейчас весь мир наблюдает, слушает, смотрит, как проходит избирательная система в нашей стране. Мы сегодня после недавних отборочных моментов избирательной комиссии, лингвистической комиссии 2015 года, бывшие экс-кандидаты и президенты, которые баллотировались в 2015 году, решили собраться и сказать о тех проблемах, которые возникали. В этих избирательных системах комиссиях и каким образом вообще эту систему переделать и привести в порядок. Сегодня у нас, значит, я, Мусагарик Мамбеков, экс-кандидат президента 2011 года, я сдал контракт, значит, требования лингвистической комиссии «Казахский язык», но потом, когда я уже сдавал 111 тысяч подписей в свою поддержку, у меня забраковали эти подписи, в конце концов, когда я уже... Я думаю, что у меня в лесных областях уже не принимают подписные инвесты, о чем я сейчас скажу. Значит, я в последний день снял свою кандидатуру. Значит, Борихан Кайсар – общественный политический деятель, который баллотировался в 2015 году, сдал казахский язык, поддержку сдал 100 тысяч подписей, или 110 тысяч подписей, я ошибаюсь. Значит, но забраковали и, по-моему, там признали 87 тысяч из них. И он баллотировался в 2011 году, в 2012, а в 2015 году в обеих случаях уже не сдал казахский язык. И Сембек, вот пишут Кишпай, значит, в этом году подал заявление, не прошел требования избирать лингвистической комиссии. Анат Ещан, тоже общественный деятель, правозащитник, в этом году и в 2011 году тоже, значит, подавал заявление. В этом году, но в самый последний момент, перед экзаменами для казахского языка, к казахскому языку, он снял свою кандидатуру. Фатима Жандосова, доверенное лицо претендента Мурата Тилибекова. Я думаю, вы в интернете все видели, как Мурат Тилибеков сдавал, значит, казахский язык, и какой скандал был. Значит, Фатима является участницей этого скандала. Максад Нурбай, доверенное лицо на постпрезидента Жанру Калубая, который самый последний, значит, зарегистрировался, сдал казахский язык, но, значит, не успел, как в ЦИКе сказали, сдать подписи в свою поддержку. И в последний день снял свою кандидатуру. Ну, я сразу сходу скажу, так как микрофон находится у меня, значит, какие вообще были претензии у меня в 2011 году. В 2011 году у меня были претензии, когда я собирал подписи, 117 тысяч подписи в моей поддержке, у меня сохранились подписные листы из города семей. И до сих пор я их сохраняю. Сходу хочу сказать, что в этом году избирательная система, ну, я не знаю, так халатно отнесется к подписному листу. Здесь есть его, вот, журналисты для камеры можете взять. Здесь вот подписной лист номер 040585, он имеет определенный номер, а в этом году подписные листы не имеют. Это равносильно тому, что подписные листы можно дома на Ксерексе размножить, раздать его по региону или по электронке, значит, скинуть, и можно, как попало, принимать. Это получается то, что по сравнению с 2011 годом, в 2015 году, избирательная комиссия, ЦИК, вообще очень халатно отнесся к подписным листам, что подписные листы не номеров. Теперь, значит, насчет того, чтобы, как они в областях принимали. Вот, например, в Восточно-Казахстанской области в 2011 году, когда мои люди отнесли туда около 10 тысяч подписей, они сказали, вот, есть город семей, идите, сами туда сдавайте. А это были очень суровые времена, были непогоды, закрытые дороги, значит, бураны в это время. И наши, мои представители, не могли вот эти подписи семей поехать не сдать. Сдали только русский мед. В Алмате, например, когда в избирательную комиссию принесли 23 тысячи подписей по городу Алматы, когда территориальная избирательная комиссия сказала, в Алмате у нас есть 7 районов. Вот эти вот листы свои поделите по районам, по адресам, и отнесите по всем районам отдельно. И когда они будут проверять, закончат все 7 районов, тогда вы придете к нам. Точно такая же история, например, была, такая положительная история была в Астане. В 3 района мы сдали 8-10 тысяч подписей, они сказали хорошо, и по 3 районам Астаны они их поделили. Поэтому получается так, что каждая территориальная избирательная комиссия работала по-своему. Единой команды нет. Я когда звонил секретарю Бахту Мельдешу, он говорит, ну, они у нас территориальные комиссии самостоятельные, как хотят, так и решают. Значит, мы им командовать не можем. Поэтому вот эта вот вся работа, и это все не регламентируется. Как надо собирать подписи, как заполнять, куда сдавать. Сдавать там, собирать по улицам или по районам, и так далее, и так далее. Все это не прописаны. ЦИК говорит, территориальные избирательные комиссии самостоятельные, а они там на местах хотят, что творят. Поэтому вот эти вот вещи, которые было в 11-м году, они в этом году опять повторились, когда вот сдавал подписи Жарукова Палбай. Поэтому мы сегодня собрались об этом говорить, чтобы следующие, я надеюсь, что в Казахстане будут, следующие президентские выборы в 20-м году, и они пройдут нормально. И вот эти вот очень большие нарушения, которые были на этих предыдущих избирательных комиссиях, что этих нарушений в следующий раз не будет. Поэтому я следующее слово передаю Олихану Хайсару, который уже прошел 3 президентских выбора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кейн олардың айтатын бәселесі на стилистикалық тәкелердейді. Мысалы, бірін бәселеніп бір айып кетейін. Мен өзім ұшқармадай азған сөйлемді. Генетика әсер етті деген сөйлемді. Олар тұрс емес қанғасын кетті деп жалып кеттейді. Осы екі сөйлемді. Қайсы дұрыс қайсы дұрыс өздеріңіз шеше аласыз. Генетика әсер етті деген қалымын түрді айтынан сөйлемді. Қанғасын кетті деген қалып күмізді қалып тасқан сөйлемді. Бұна екі етті дұрыс. Олар жалғы әсер етті деген қалып тұрс емес өзілемді. Олар жалғын қалып қады и қалып кетті дұрыс. Қазақтың емкек қалып кетті деген қалып тұрсың сөйлемді. Бұна екі екен қалып кетті деген. Қазақтың емкей қанғын әлімді тұртақтан ұрақ жылы. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok не имея права давать заключение лимитинской комиссии я вот только вот добился и то грязную копию мне выдали даже не оригинал, а грязную копию постановление цикл оно датировано, посмотрите датировано 9 марта то есть получается в тот день, когда я сдавал, это постановление уже было то есть они намеренно не выдавали мне на руки то есть для чего я все это говорю я намерен дело довести до конца то есть я собираюсь завтра 3 апреля я собираюсь подавать в суд за то, что я собираюсь обжаловать заключение лимитинской комиссии неверное заключение было сделано было сама комиссия и ответчиком также будет руководство аппарат цикл потому что они тоже препятствовали осуществлению моих прав именно при участии в выборах намеренно это было сделано я не буду говорить там о себе вкратце только скажу, что на прошлых выборах как и Вальхана Хайсавра мне тоже следует сказали, что я не владею ее языком а после нас ну, все видели, все знают прошли те люди, которые двухсотки могут по-казахски связать я остановлюсь в основном на нарушениях прав человека и незаконам РК в первую очередь надо отметить основной факт это можно сказать ЧП республиканское возначение то, что произошло в цыке свидетелями данного отбивающего факта нарушения прав человека стали не только не только члены инвестической комиссии журналисты но и благодаря случаю миллионы телезрителей при этом власть делала вид что ничего не случилось возможно, они считают себя единоличными хозяевами и полномочными собственниками всего государства в том числе и людей и люди при этом бессловесные твари у которого нет абсолютно никаких прав по факту получается что это так ни один государственный орган включая высший надзорный орган не отреагировали на это значит существует каста для которых закон не писан в каком государстве мы живем до этого я думал, что в правовом но после этого, наверное, сомнения появились не только у меня возникает вопрос правительство не может обеспечить равные права людям перед законом или не хочет из года в год выделяются колоссальные суммы на всякие программы которые просто не доходят до адресата пресловутая борьба с коррупцией не дает никаких результатов коррупция детского сада до премьер-министра а мы поем в дефирамбах что у нас все замечательно получается правительство и это все тоже не видит но от того, что спрячешь голову в песок проблемы сами по себе не решатся предлагаю это письмо считать обращением к правительству которому подотчетны все госорганы в том числе и прокуратура пусть нам ответят прямо что действие Мельдешева не подпадает не под одну статью из ниже перечисленных я буду не буду голословно говорить я буду приводить именно статьи и чтобы было понятно не своими словами а как там написано по губке закона в первую очередь Конституция РК статьи 1 Республика Казахстан утверждает себя демократичным светским правовым государством высшими ценностями которого является человек то есть законы должны писаться для этого человека для его блага для соблюдения его права а не наоборот придумывать законы и подгонять под это людей статья 4 Конституции РК Конституция имеет высшие силы и прямое действие на всей территории Республики статья 17 достоинства человека непрекосновенно никто не должен подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращения или наказания каждому кто закон а статья 21 каждому кто находится на территории Республики Казахстан принадлежит право свободного передвижения на ее территории статья 34 каждый обязан соблюдать Конституцию теперь переходим к Гражданскому кодексу статья 3 Гражданское законодательство РК установлено настоящим кодексом иными законодательными актами права граждан юридических лиц не могут ограничиваться актами государственного управления и местных представителей и исполнительных органов такие акты являются недействительными с момента их принятия и не должны применять то есть какие-то правила которые цикл выдумал, придумал для себя и руководствуясь им там запрещают какие-то запреты это значит незаконные с момента их принятия дальше типа что касается по ЧП что случилось и под какие статьи законы это подпадает это уголовный кодекс статья 109 побоев нанесение побоев или совершение иных насильственных действий причинивших физическим боль наказывается я не буду говорить как наказывается статья 145 нарушение равного права человека и гражданина прямое или постельное ограничение права и свободы человека по мотиву происхождения социального, должностного или имущественного положения в данном случае, наверное, должностного сказали, что Фатима, значит, не корреспондент и не представляется мы поэтому она не должна там фотографировать совершенную лицом пользуем свое служебное положение либо лидером общественной наказки штрафом статья 362 Превышение власти качественных полномочий то есть совершение лицо но полноологий на выполнение государственных функций либо приравненным к нему лицом действий явно выходящих за пределы его права и полномочий что произошло и в облегших учения невреда законным интересам граждан, занимающим ответственную государственную должность, наказывая лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Понимаете? Само правство, 389 статья, само правство, то есть само вольное в облике, установленное законодательством, как осуществление своей действительности, действительное и предполагаемое право, оспариванное другим лицом, совершенствованное применение насилия, наказывается в штрафном размере, ну я там не буду говорить, но это понятно. Всем понятно, что действие мельтеша подпадает под эти статьи, но прокуратура выше на другом уровне, который не отрагировал. А какие действия, скажите, как вы? Вы по телевидению показывали. Но я не смотрю, не смотрю. Вы говорите о пополниках, мне надо нам вошать эти статьи, вы скажите, что случилось? Что случилось, то что... Сейчас она сама расскажет. А, она сама расскажет, давайте. Теперь объясню, это нарушение законодательных народов. Ассамблея народов Казахстана, в конституции статья, Ассамблея народов Казахстана, это группа людей по национальной принадлежности отдельно от народа, наделены особыми полномочиями, в том числе выбирать своих депутатов. То есть, отдельная каста людей, которые финансируются государством и все время проявляют инициативу. Тем самым нарушается следующая норма закона. Просто, это, конечно, я понимаю, что можно найти. Но в данном случае, если я пришел, я аргументирую, не голословно говорю, что это так, это все, не все знают, там, закон, просто именно, не то, что статья такого-то закона, а именно, что говорится в этом закон, не все знают. Даже юристы не инициативу, потому что не могут они в голове это держать. Вот этот закон, вернее, права, которые наделили Ассамблея народов Казахстана, нарушает следующую норму закона. Статья 5. Общественные объединения равны перед законом. Не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства. Разложение на общественные объединения функций государственных органов. Теперь о выборном законодательстве. Статья 41 Конституции РК. Неочередные президентские выборы назначаются решением президента и проводятся в сроке, установленных Конституционным законом. Теперь Конституционный закон, который указывает про это. Статья 51, дропа 1. Неочередные выборы президента РК назначают решением президента и проводятся, подчеркиваю, в течение двух месяцев со дня назначения. Данные выборы, давайте посчитаем, объявили 26 февраля. И посчитайте просто, простая арифметика, до 26 февраля, там нету двух месяцев. Тем самым нарушен закон, который я уже назвал. Дадим. И дальше написано. Последующий след за неочередным, очередные выборы президента объявляются через пять лет. В сроке установлено настоящим Конституционным закон. То есть здесь четко установлено пять лет. И ничего не сказано об очередных, неочередных выборах. Здесь опять возникает сомнение. Теперь по требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты. Дело в том, что, вот, говорите, приводите закон, мы это сами найдем. Дело в том, что мы живем по законам, и мы здесь пришли оспаривать, что эти законы не выполняются. Или эти законы нарушают право человека. Статья 54. Требования предъявляемым кандидатам в президенты. Давайте я скажу пункт 2. А процедура установления свободного владения кандидатом в государственный язык определяется в соответствии с актом Конституционного совета РК об официальном долговании пункта 2, статьи 41. Я не буду приводить полностью, но приведу, чтобы остановил этот Конституционный совет. Постановляет норму пункта 2, статьи 41 Конституции РК в части слов свободного владеющих государственным языком следует понимать, как умение грамотно читать, писать, легко, без затруднения излагать свои мысли и тублично выступать на казахском языке. Установление свободного владения кандидатом в президенты РК гос. языком определяется заключением регистической комиссии в составе 5 человек. Данная норма вызывает сомнения, так как людей возмущают, что многие не могут сдать, но при этом некоторые, кто вообще без акцента не может сказать, что эта комиссия признает как свободного владеющих языком, а также требования о знании претендентом на уровне лингвиста. Я считаю, что именно предъявляется требование, как говорили предыдущие выступающие, предъявляется требование о знании языка на уровне лингвиста. Хотя в законе сказано немного по-другому. Теперь по спору подписи и поддержку кандидата в президенты. Пишется статья 56 пунктов. Кандидат в президенты должен быть поддержан не менее чем 1% от общего числа. Но на данный момент, все свидетели, например, я должен был сдать лингвистический экзамен 18-го экзамена, а срок до 25-го. Как можно даже просто физически за 5 дней собрать 95 тысяч подписей, которые ЦИК еще должен проверить на достоверность подписей, и только после этого признать кандидата соответствующей? Это просто физически, просто посчитайте. Для чего это сделать? Теперь о взносах. Статя 59. Кандидат в президенты вносит на счет цикл избирательный взнос в 50-кратном размере установленной законодательством нервальной зарплаты. На этих выборах это была сумма 1 млн 68 тысяч 200 тенгель. Давайте логически подумаем, для чего эта сумма нужна. Данная норма опять нарушает нормы закона ст. 14 Конституции РК, где все равны перед законом, и никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам предотвратения социального, должностного и имущественного положения. Я хочу подчеркнуть, что в данном случае именно имущественное положение, потому что получается, что если у человека нету миллиона, он вообще не может участвовать на выборах. На основании 133 Конституции РК мы требуем от Конституционного Совета РК, Генпрокуртура РК, Груховного Суда, Парламента и Правительства РК первое – дать правовую оценку выше перечисленных нарушений РК и принять меры по устранению. Второе – рассмотрение и внести поправку данной нормы. Это письмо будет передано. Спасибо. Держится ракмин. Кирис Махсад, Нурпай. Доверное лицо, Шарл, Калбай. Я, наверное, буду повторить уже то, что сказано, но все равно я остановлюсь, и именно какие нормы закона были нарушены именно в этом выборном процессе. Действующий президент, ныне кандидат президента Нурпайев, 25 февраля этого года, объявляя день выбора 25 апреля, уже нарушил закон о выборах. Потому что в 55-й статье Конституционного закона о выборах в Казахстане четко написано. Выдвижение кандидатов в президенты заканчивается за два месяца до выбора. Теперь, сами посмотрите, от 26 февраля до 26 апреля ровно два месяца. А когда большие люди успеют зарегистрироваться? И в связи с этим, первый кандидат подал заявление только 2 марта, а последние 15 марта. В течение 13 дней уже регистрация заявления кандидата президента закончится. И в результате не так, как два месяца до выбора, как написано в законе, а полтора месяца. После этого Центральная избирательная комиссия начала форсировать и быстро-быстро принимали заявление. Лигуристическая комиссия работала так активно. И в конечном счете, те, кто сдал заявление 14-15 марта, у них для сбора подписи осталось всего 5 дней. Всего 5 дней. Тем более, Центральная избирательная комиссия требовала от кандидатов все подписные листы сдать до 22 марта. Потому что они до 26-го должны были уже в течение 5 дней проверять все эти подписы. Это первое нарушение. Второе нарушение. Вот у меня, вот уже все показывали, да? В 2011 году в подписном листе были нумерации. А в этом году эта нумерация отсутствует. А в законе, в законе о выборах, точно написано, что каждый подписной лист должен быть порядковый номер. Если порядкового номера нет, значит, это подписной лист недействителен. А вы знаете, на основании закона о административных процедурах, что бюллетени, подписные листы – это государственный документ. Правильно же? А государственный документ, который подготовлен к нарушениям закона, он является недействительным по закону. Поэтому, сколько там кандидаты не собирали, подписи не знали, они должны считаться недействительными. Потому что это серьезное нарушение закона. Третье. В законе написано, значит, лицо, собирающее подписи, должны предъявить при сборе подписи копию удостоверения о регистрации доверенного лица кандидата. Я был доверенным лицом кандидата Жанг Кабхалубая. И я несколько раз заходил в Центральную комиссию. Один раз встретился с секретарем психбахмедешином. Мы официально сдали письмо о регистрации доверенных лиц Санг Кабхалубая. Я сам показал оригиналу Натальяне заверенной доверенности. И копию оставив. И смотрев на это, ЦИК нас не зарегистрировал. И нам не дал удостоверения о регистрации доверенного лица. И на основании этого региональные центральные избирательные комиссии отказались принять подписные листы Санг Кабхалубая. Более того, они наглым образом на всю республику, на весь мир объявили, что Санг Кабхалубай собирал всего 600 подписей. Они сами нарушают закон и из-за этого обвиняют самих сборщиков подписей или кандидатов. Теперь последнее. Для чего все это делается? Например, все эти пассификации, нарушение законов, внеочередные выборы. Все это делается для того, чтобы независимые кандидаты не могли пройти. Для этого и делается. Поэтому я считаю, на основании всего изложенного, на основании нарушения закона, не только народ Казахстана должны не признать итоги выборов, и не должны признать международные комитетные организации. Потому что это не выбор, это издевательство и пас. Документы журналисты, я хочу сказать, какой такой я человек. Я маркетолог по специальности, я физик по образованию. Мои деды, Ильяс Джон Сугуров и Ураз Джон Лосов, они были жертвами сталинского режима. Они были расстреляны в 1937 году. Я думала, что тоталитаризм навсегда ушел в прошлое, но, к сожалению, и в этих выборах в последнее время я наблюдаю, что это совершенно не так. Я считаю, что сейчас выборы проходят у нас, вообще выборный процесс и законодательство не соответствует международным нормам. и уже многие мои коллеги об этом говорили. Я только хочу акцентировать на том, что вообще сам факт проведения засрочных выборов, он не имеет под собой никакого реальной необходимости. То есть, если действующий президент будет избран еще раз, то он будет на этом посту в седьмой раз. Это выходит вообще за рамки всех мысленных, мысленных международных норм. Избиратель в нашей стране действительно не имеет права выбора. Почему? Я приведу только несколько примеров. Во всем мире во время выборов действующий президент отстраняется от должности и становится обычным кандидатом. Страна в этот период руководит исполняющие обязанности президента. В нашем законе о выборах этого не сказано. Очень важно знать государственный казахский язык для всех президентов. Это безусловно. Но также важно обладать высоким интеллектом, хорошей физической формой, уметь в нашей стране излагать мысли и на русском языке. Надо обладать математическими способностями, чтобы бюджет убеждать и так далее. Почему по этим дисциплинам у нас не проводятся никаких экзаменов? Почему у нас в стране экзамены заменяют выборы? Обратите внимание, что среди желающих стать президентами не было ни одного представителя не титульной нации. Сколько талантливых, образованных, интеллигентных людей остались за бортом этого процесса. Комиссия лингвистическая и экзамен на знание казахского языка отчасти также являются барьером для многих. То есть требования этой комиссии, они чрезвычайно высокие. То есть возможно, что представители не титульной нации могут выучить казахский язык, но так глубоко. Я очень сомневаюсь, что это серьезный барьер. Откровенно говоря, мне стыдно за подобную дискриминацию по национальному признаку. Относительно регламентов работы ЦИК и лингвистической комиссии. Вы были многие свидетелями этого видео и так далее. Но я хочу сказать, что когда это случилось, я посмотрела сайт ЦИК очень внимательно. Там нет регламентов, нет инструкций касательно работы лингвистической комиссии. Отсутствует информация об этой лингвистической комиссии. Она должна быть опубликована до начала ее работы, весь состав комиссии. И никакой тайны в ее работе быть не должно. До 16 марта 2016 года я еще надеялась на то, что выборы могут быть прозрачными. Но после 16 марта, когда я воочию убедилась в хамстве и самоуправстве работников ЦИК, у меня возникли серьезные сомнения в их способности контролировать эмоции и принимать взвешенные решения. Публичный факт руководства должен был повлечь немедленное отстранение от работы сотрудников, которые позволили себе это по отношению ко мне. И если извинения не были принесены сотрудниками этого государственного органа, центрального государственного органа, то это должен был сделать руководитель этой организации и принести мне извинения. Агентства по делам уголовной службы должны были немедленно этот факт рассмотреть, поднять во всеуслушание, сообщить о нем, об их действиях. ДВД и прокуратура остались вместо этого, вдруг спешно закрыли мое дело. Мною в тот же день была подана заявка, заявление в полицию. В любой другой дровомыслящей стране секретарь ЦИК принес был публичные извинения. Даже в самых дремучих, невежественных странах подобное отношение к женщинам расценивается как тяжкое преступление. Но в Казахстане, видимо, насилие считается нормой. Только вчера президент Назарбаев заявил, что надо добиваться справедливой и прозрачной работы судов и правоохранительных органов. Пользуясь этой возможностью, обращаюсь к нему лично. Нурсултан Абишевич, а вы потерпели бы подобные отношения к своей жене, к своей матери, к своей дочке, к сестре? Ответьте, пожалуйста, мне как избирателю, как гражданину, как женщине. Спасибо большое. Программ. Спасибо. Давайте, значит, до того, как мы перейдем на вопрос-ответы, я дополню те предложения, которые уже озвучил Канад Решанов. Мы еще, конечно, будем еще корректировать. Но у нас есть такие, вот они вот, внести закон о выборах и другие нормативные документы, изменения. Уменьшить количество поддерживающих поддержку кандидата президент РК до 0,1%, или 9300 человек, представленных из более половины регионов. 9 регионов. Время для сбора подписей в поддержку кандидата должна быть одинаково для всех, и не менее одного месяца. Второе. Работу Линдвистической комиссии по знанию Казахстана ГСК сделать публичной при участии СМИ, так как будущий президент должен быть грамотным публичным оратором. Третье. ЦИКу разработать положение по сбору подписей в поддержку кандидатов президента РК. Как заполнять по улицам, по районам, куда сдавать, можно ли сдавать в ЦИК, как будут проверять. Вот эти все моменты в ЦИКе не прописаны. Четвертое. Требование Линдвистической комиссии по знанию казахстанского языка для президента РК. Также предъявлять для премьер-министра, министров, депутатов парламента, государственных служащих, работников национальной компании. И пятое. Отменить взносы для участия на президентских выборах. Поэтому, значит, вот такое наше предложение. В принципе, все то, что мы здесь собрались, говорит о том, что мы хотим, чтобы вот эти нарушения были зафиксированы, за эти нарушения те лица, которые это выполнили, сделали своими руками, они ответили. И, конечно, в будущем, чтобы выборы 2020 года прошли без точно таких же нарушений. А теперь, пожалуйста, вопрос-ответ. Сразу же вам. Можно, пожалуйста, микрофон. Пожалуйста, представьтесь, и есть ответ вопрос. Тамара Владимировна, вы сейчас сказали, что работают политические комиссии, сделать открытые, публичные. А не получите ли так, что завтра кандидаты скажут, вот тут журналисты, операторы ходили по залу, мешали мне сдавать, поэтому я наделала ошибок. То есть, сегодня комиссия закрыта, комиссия работает плохо, завтра комиссия станет открытой, и станут виноватыми журналисты. Ну, я вообще сомневаюсь, что так будет, публичные, когда при участии СМИ, во-первых, выбор билетов, когда написать сочинение, мне кажется, будет открытым. Я вот когда в 2011 году сдавал экзамены, мне было удивительно. Я сижу за столом, и семь человек сидят против меня, мы сидим за одним столом, я с краем, с той стороны председатель и с двух сторон. И они сидели, рассказывали анекдоты, они просто мне тупо мешали, и все равно мне пришлось этот экзамен сдать на пятерку без одной ошибки, понимаете? Поэтому то, что члены комиссии могут, если они хотят, они могут помешать, а СМИ, я думаю, что проблемы не будет, но в любом случае должна быть открытой. Можно еще сказать? Кроме того, существуют технологии, например, можно наблюдать за стеклом, то есть вы никак не будете мешать процессу, будете видеть все, что происходит. Можно я еще сразу? Я тебя тоже, госпожа Джамасова, была вопроса задать. Насколько я помню, что не ошибаюсь, иначально по случаю с Нурдешевым, да, формировка была у нас тут преднасилована. Вот, вот тут же такой вопрос, как вы себе представляете при наличии большого количества журналистов попытки насилования? Я не знаю. Ну, смотрите, просто представьте ситуацию. Меня сначала не опускают в зал, я остаюсь внизу в вестибюле. Затем за мной специально, то есть я журналист уже наверху, там идет диалог с Телебековым, потом Джугас Беков, он задает ему вопросы, вот, и за мной приходит девушка, Жанара, она приглашает меня, потому что так Джугас Беков сказал, что можно присутствовать в ней. Я поднимаюсь в зал, начинаю производить съемку, так же, как все журналисты и так далее. И вдруг, совершенно неожиданно, какой-то мужчина начинает тянуть неизвестную сторону, без предупреждения, без каких-либо слов. Скажите, что я должна была как женщина делать? По-моему, здесь все ясно. Я, ну, можно сказать, что я была в шоке, и буквально через день я попросила переквалифицировать дело. Однако ДВД, уже не разбираясь и не опрашивая всех свидетелей, решили закрыть дело и выдали об этом в корпоратуру. Даже они 17-го это сделали, а документ выдали, что это будет позже. А переквалифицировать на что? Ну, самоуправство, там, другие статьи, будь Канат привел, он мне помогал. Продолжение следует... 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 Сегодня они очень рады, в очень многое, в очень многое, в очень многое, в очень многое. Спасибо. Спасибо, Анжан. Бхана Башля. Вы знаете, что вы делаете телевизор? Вы знаете, что вы делаете телевизор? Может, русский язык будет трудно? Нет. Кто-то поделится среди вас. Я чувствую о том, что вы делаете телевизор. Я не знаю, что ты обладал. Вы делаете своих детей, которые вы делаете на этом месте. Вы делаете большую жизнь весь этот мир, но нет. Вы уже не烦ы системы о том, чтобы вы기에 пробовать себя. По сообщениям вам вы делаете телевизор? Вы делаете телевизоры called back to the mouse? Я не знаю, я даже не думала, потому что, во-первых, моя съемка, видеосъемка, которую я разместила через полтора или два часа, говорит о том, что действительно на меня было совершено нападение. Я не знаю, кто может меня обвинить в кривите. Какая кривитальность, если секретарь ЦИНКа берет, тащит, у меня были очень серьезные синяки, и об этом есть постановление медицинской комиссии. А вот именно это мгновение, возможно, какие-то секунды это все так хорошо держат? Журналисты зафиксировали? Да, и даже передавали частично. К сожалению, по-моему, но это на моей камере. Ну, видно, что мужчина пришел и поволок. Но на каких-то моментах есть. Я чуть позже буду публиковать все эти видео. Спасибо. 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 Успехов и здоровья. До свидания. Спасибо.